привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга мы с вами продолжаем проходить игру черная книга и так мы с вами на озере коджильском бились в прошлой серии с духом неупокоенном вернее он-то был упокоен и но мы его растревожили и в конце концов отправили обратно усадьба запольских у нас на пути здоровье шка у нас не очень ну давайте сначала туда дойдем усадьба запольских это это усадьба рядом с усадьбой богатого мужика за польского образовалась своя вроде как деревня пока и название не дали так и зовут по фамилии запольских так себе название путь у нас тут вас окликает знакомый голос молодежь собралась на вечерние посиделки хоть сейчас и неподходящий сезон молодежь ночью ох это черти наверно ох черти ну мы подойдем вася привет знаю времени у тебя нет но давай с нами хоть одну песню спой как в давние времена ну конечно с конечно мы споем песенку ладно уж но только одну вы садитесь на заваленку и растворяйтесь в тягучей песне а и а а а а и и и и и Звучит песня. Звучит песня. Мы зашли. Отлично. А, и здоровица у нас поднялась. Отлично. Вот так вот нам песня здоровья восстанавливает и жизни прибавляет. Пойдемте в баньку. Банька на берегу. В банях часто случаются пожары. Топит их по-черному. Потому выстроены они на берегу реки. Сейчас тут и заброшенные появились бани. Ну что ж, отправляемся. Так, Вася. Старая дверь. Николай. Кадуля. Что за кадуля? Видать, в этой кадульке воду держали. Что еще? Прохудилась она уже. Вряд ли кому-то теперь пригодится. Так, давай-ка мы побегаем, посмотрим. Нам нужны какие-нибудь... Я вижу цветочек. Осторожно, чтобы... Поддам его головам. Там у нас ничего нету. Ага, что-то есть, смотри. Колва. Тут река не шибко широкая. Все туманом укрыло. Будто не вода течет, а молоко льется. Хорошо, Василиса. Так, смотри, вон еще трава. Еще адамова голова. У нас ничего нету больше. Так, ну что скажешь, Николай? Даже не думал, что вокруг столько нечисти. Нечисть в уезде всегда жила. Только без меня ты ее не увидишь. Черти портят людей, а люди их даже не видят. И тут враги. Спокойно-то нынче не поживешь. Я все думаю. Почему нечисть на меня напала? Точно до меня кто здесь ходил? Ну, во-первых, ночь. Нечисть в это время сильна. А еще, почему Николаю явилась нечистая сила, когда он пришел в баню? Ну, по-моему, он не напросился. Надо же было как-то это вот... Баньки церемонная ошибка. Небось, не напросился тогда? Нет, так зашел. Вот. Тебя нечисть и заметила мигом. Ишь, чё? Ванька просела. Дверь, думаю, из-за этого заклинила. Тебе силушки не занимать. Отворяй, иди. Я эту дверь отворю. Может, подождем, пока синий огонек погаснет? Давай сначала осмотримся. Погоди-ка. Осмотрюсь сначала снаружи. Так, что вот это у нас? Баня, да? Вот она, та старая банька. Сколько всего повидала-то за жизнь свою. Так, запись в энциклопедии. Давай почитаем про баньку. Чердынский уезд. Подожди, а где? Человечки. Где была банька-то? Тут мы что-то не нашли. Священие в колдуны. А, один из два. Так, так. Мельница, бесы, человечки. Так, Чердынский, изба, баня. Вот. Баня почиталась в Чердыне как одно из самых важных мест в усадьбе. В ней мылись, рожали, гадали, выражили, лечили, стирали. Баня приносила здоровье. Она была одновременно чистой и нечистой. В ней после родов оставалась родильная грязь, которую нужно было вымывать, окроплять святой водой. В бане молодежь устраивала святочные посиделки и игры. В ней создавались будущие пары. Если девушку во время довольно жестоких святочных игр не защищал никто из парней, она опускалась в предбрачной иерархии и низко на уровень старых девок. Как я, однако, злые игры-то. Ладно. Так, запись мы прочитали. Старая дверь. Что с ней? Просела. Дверь заклинила. Так. Что еще? Никак не открывается. А внутри синий огонек, видать. Ну, не знаю. Смотри. Кадулей водичкой его загасить. Прохудилась. Понятно. Я даже... Ну, что еще? Может, еще куда-то можно зайти? Нет. Сюда никуда. Вот никуда. Мы где-то бегаем. Камера не переключается. И... Здесь у нас река. И мы здесь, в принципе, все смотрели. Да? Олова туманом открыла. Не знаю, Николай, вряд ли там что-то с этим огоньком у нас будет. Так, Вася. Здесь цветочков у нас нету. Николай, придется идти, наверное. Ну, пора. Давай, пойдем внутрь. Ага. Отворяй давай. Опять с ней напросился. Свеча. Так. Дожгли свечу. Николай. Полог. Где там камешек-то должен был? Положить, Николай. Обратно в печку-то не надо. Камешек-то положить. Нет. Место приложения. Большая баня там, между прочим. Все полки уже прогнили. А под ними темень. Вот там-то банники и летятся. Давай, Николай. Пусти меня, байник-хозяюшка, погостить в твоем доме. Повторяй, Коля. Пусти меня, байник-хозяин. Сейчас надо нам понять, что делать с твоей чертовкой. Она, небось, дожидается нас. Не зря тут синий огонек горел, покуда не вошли. Вот мы ее призовем и расспросим. Давай, тут ты, смекалистей. Сначала подготовимся. О, Майн Год. Так, а что ж нам надо? Так, растопим печь, чертим круг и заговор. Я прочитаю. Да-да-да, подожди. Я знаю, что надо что-то выбрать. Так, давайте вспоминать, как там с этой бани. Это там надо было кого-то через порог прокидывать, еще чего-то делать. Заговор. Начертим круг. Растопим печь. Давай-ка начертим круг, может быть. Хотя, может быть, мы его и разозлим этим. Давай растопим печь, чтобы банница узнала, что мы здесь, печь натопим пожарче. А тот камень, что ты стащил, на место положь. Вот. Давай-ка ты растопи. Я подразучился, пока в армии тобой. Да ну, ладно. Ты даешь. Так, теперь. Давай круг. Круг я начерчу, чтобы не задавила нас нечисть. Ну, думаю, это твоя невеста не шибко злая. Уж лучше начертить, Вась. Ну, а потом закрой. Готово все будет. Встанем в круг. Заговор я прочитаю особый. И тут чертовка-то и явится. Вознаткаты, Вася. Так, ну вот, все. Ну, пора за работу. Так, значит, сначала... Тупим печку. Так мы решили, вроде как. Чертим круг. Так, Вася. Давай, Николай, ты камень положил? Ну, пора. Пора, Коля, пора. Я заговор читать начну. А черт блазнить будет. За круг не ступай. Смотри, если за круг выйдешь, задавить может чертовка. Ладно, ладно. Стоять буду. Ну, пора. Байник, хозяюшка. Приходи помыться, попариться. Красотка. Стойте, не убегайте. Выслушайте меня. Иисусова бойска. Банная невеста. Сейчас я с банницей-то этой потолкую. Погодите. Может, выгляжу я похожа. Да не нечисть я, а простая девка. Девка, говоришь, простая. Банница утверждает, что она простая девка. Неужели нечистая обманывает? Что же это за существо? Слушай, подмененная это, наверное. Раз ты не нечисть, значит, тебя банница подменила. Да-да, мы читали про это. Верно, верно. Долгонько я была в мире нечисти. Восемнадцать годков. Тоже походить на них стала. Я-то мало еще была и мылась с матерью в бане. Че-то сделала, не помню уж. Так она и сказала, черт тебя понеси. Меня сразу обдирихты забрала. Сейчас на вас одна надежда. Помогите. Так, мне нужна осиновая нечисть. А ну-ка, давай-ка мы почитаем, что, во-первых, мы там с вами нашли. Обдириха. Обдириха хозяйка бани. Иногда жена банника и его помощница. Наказывает за приход в баню не ко времени. По поверьям, обдириха царапает таких людей, сдирает с них кожу за то, что ее так и... Ага, за это ее так и прозвали в народе. Внешний облик обдирихи был разным. Кому человеком, кому ребенком явится. Но обычно ее видели женщины с длинными распущенными волосами, большими зубами и широко расставленными глазами. Волосатые, с когтями и рожками. Зачастую ее представляли в виде кошки с большими глазами или каким-нибудь неодушевленным предметом. Угу. Обдириха. Так. Давай обратно. Как помочь себе? Так, расскажи мне про осиновую нечисть. А знаешь, что про нечисть осиновую? Не слыхала. Да могу в больнице разузнать. Разузнай. 18 лет была. Ты где? А где ты была все это время? По бане. Где топлено, туда и ведут. Так и росла. Сейчас тут вот живем. Тоже в бане. Так, ну и как тебе помочь? И как нам тебя вызволить от нечистого? Чтобы от банницы спастись, надо мне ближе к людскому миру сделаться. Принесите мне опоястку хорошую и крест нательный. Да и имя найдите. Тогда обдирихе-то и придется меня замуж выбить. Ты, парень, не сплошай. На тебя вся надежа. Ладно. Коль обещал, так вызволю. Так, где что искать? А опоястку-то где взять? А, пояска тоже нужна непростая. Сплести ее должна колдунья умелая. Понятно. Плести нам опоястку. Что имя-то хоть сейчас тебе придумаем? Нет, так не годится. Имя должен священник по святцам дать. А крест? Что за крест тебе нужен? На меня не всякий наденьшь. Больно давно я с нечистым живу. Вот и крест мне надо такой, что окаянный носил. Ишь, задача какая. Это где мы такого черта богомольного отыщем? Ох, не знаю. Подруга твоя знаткая. Так уж придумаете чего. Ладно, мы поможем тебе, естественно. Ладно уж, поможем тебе. Не бросать же душу христианскую. Да и жених у тебя есть. Поможем уж. Спасибо. Принесите мне крест, что нечистый носил имя да опоястку векшицы наговоренные. Кажется, петухи первые поют. Пора мне обратно. А вы приходите с гостинцами, я ждать буду. До встречи. Чертовка забирается обратно под полог и исчезает в черном пламени. Вы же отправляетесь обратно в избу деда Егора. Вам предстоит решить, что делать дальше. Так, ну-ка, давайте-ка посмотрим новую обыличку. Так, здесь мы все нашли и что же у нас за банники, банники, банники. Баня, то место, ой, непростое. Ладно, банный старост, с ним и договориться можно. А вот совсем чудеса случались. Пришел как-то солдат со службы в деревню. Вроде и семьей пора обзавестись, а все равнюшеньки уже замужем. Остались до ушки да девки сопливые не венчанные. Вот и стал солдат отставной чудить, силушку свою показывать. То избу за угол поднимет и шапку туда забросит, то полейницу с одного маха развалит. Вот и сказали ему, камень притащи из бани, где никто не парился, а ночами огонек светит. Тогда поверим, что ничего не боишься. Только в полночь идти надо. По рукам ударили, и боязно под самый срок стало солдату, но пошел, смотрят в бане и правду огонек горит. Но это, понимая, это история нашего солдата. Так. Ну что ж. Как нам, подожди, выйти-то отсюда. Выход. Вот. Вернемся в избу. К дедушке Егору, да. Что за подмененная? А банница, видать, подменила ее. Теперь догадалась, как нам печать осиновую открывать. Какой бес нужен книге, чтобы открыть осиновую печать? Черт, черт, подмена. То есть, ее же подменили, нормальную девочку, подменили на реального этого банного, банщика, детеныша, Абдериха, девку на дровину осиновую заменила. А дровина-то бесяк и есть. Отлично, Вася. Не зря я тебя обучал. Подменные дети из тонкого мира. Эти и младенцы, конечно, не вырастают. Хм. Стоит ли нам тратить силы и время на просьбу невесты, когда мы просто можем найти странного младенца? Так нельзя душу-то христианскую нечисти бросать. Я на твоем месте еще бы мозги поломал. Нужна ли мне нечисть в бабах? Хм. За солдата вроде меня только чертовка и пойдет. Мм. Ну что ж, я так думаю... До сей поры не слышали про такого младенца. Это значит, что родители держат его в тайне. Очень детективная история. Возможно, Окаянный уже сожрал ее родителей. Без помощи чертовки нам его не найти. Поможете мне, значит? Поможем. Но с чего начать? А? Что там чертовка просила? Крестопоязка и имя. Так. Имя, батюшка и так далее. Имя. Имя из святцев. Ну, это просто. Вон, сходите к священнику, он по святцам и выдаст, коли уговорите. Так. Святцы это книга, содержащая имена святых. Так. Ну, давай начнем с... Сперва хочу имя найти, девки. Ну, в Вильгард ступай. Там священника и найдешь. И ты, Коля, туда приходи. На то мы порешим. Так. Ну, что ж. Сыграть в карты. Николай. Просители. Черти. Что у нас с чертями? Так. Черти еще работают. Черти работают. Хорошо. А, у нас есть история, да? Где-то тут что-то мелькнуло у нас. Не-не-не-не-не-не-не. На слов. А, карта. Карта у нас показывала. Вот. Троицкая церковь. То есть, здесь мы уже были. Батюшку-то видели. Опять сюда карабинник, заводь, русаль. Хорошо. Нет, подожди, подожди, подожди. Спросители. Николай. Сыграть в карты. Слушай, а что за игра в карты? Колдовской дурак? Это мы с Николаем играем? Я не умею играть дурака. Добро пожаловать в нашу первую партию дурачка. Ваша цель избавиться от всех ваших карт. Последний игрок, оставшийся с картами в руках, остается в дураках. Игроки ходят по очереди. Ход состоит из подкидывания одной или больше карт. Сходите этой червоной шестеркой под Николая. Николай отбился от вашей шестерки королем. Нажмите кнопку завершения хода, чтобы продолжить игру. В конце каждого хода игроки добирают карты из колоды до 6 по очереди, начиная с того игрока, что первым ходил в этом ходу. Я сто лет не играла в это самое дурака. Николай сходил под вас трифов восьмеркой. Чтобы избавиться от карты, которые вас атакуют и отправить ее в адбу, необходимо покрыть ее карту той же масти, но которая выше по старшинству. Это понятно. Девятка. А, а восьмерка это подкидной и переводной я помню уже был бит. Отлично. Ход снова приходит к вам. Начнем следующую атаку. Ходить из бубновой семерки. вон и еще одну семерку. Так, хоть Николай покрыл, вы можете продумать на карту, что находится на столе. Вот семерку мы подкинем, а потом и десятку тоже. Беру и десятку тоже до кучи. Вот. Так, Василиса ходит. Николай взял карту со стола, поскольку ему нечем крыть, хоть остается за вами. Перед чем вы продолжите самостоятельное сражение, необходимо поговорить о козырях. Обратите внимание на козырную колоду, а я не помню, что там, пика, да? Козырная масть сильнее остальных картами этой масти вы можете побить любые другие, даже другой масти, даже те, что выше по старшинству. Например, козырная десятка покроет даже короля. Это понятно, поскольку козырная карта сильнее других, стоит задуматься, использовать ли их при первой возможности или беречь для решающего момента. Кстати, первым ходит игрок с наименьшим козырем на руке. Удачи! Балет. Балет. Шесть. Хитрый. Очевидно, все, да? Семь. А я ему накидала восьмерок, я ему восьмерок накидала. Он мне сейчас восьмерки эти покидает, да? Какие там или восьмерки были крестовые вилки с палками? А давай-ка мы ее возьмем. Так, десятка пошла в ход. Вот тогда туз. Сейчас еще одну десятку пойдет, да? бита. Хорошо. Василиса ходит. Вот, пошли семерочками. Дама, семерка, дама, а на даму семерка. взбивается хорошо. Так, ага, козырьков мы взяли, два короля. По-моему, мы сейчас проиграем. Шесть, восемь, девять, десять. Вот это вот такая фигня. мы возьмем. Семь, девять, бита, шесть, балет. подержи. Позыря. Василиса, вот эти вот у меня карта тут не к месту. Восемь. Балет. Шесть, девять. Ага, козыря пошли хорошо. Так, Николай, восемь. Козырей у него полные руки. Я не помню, десятка вышла у нас позырная или нет. Попробуем так. Девец. Балет. Черт, я проиграла. Дама. Берем, естественно. Ну и все. Восемь. А сколько у Николая? А, у него ноль карт, да? Все. Выиграл. Слушайте, надо учиться. Давай, это самое. А мы на что-то играем или на деньги или нет. А, с Егором играем? Давайте-ка я просто вспомню, как у нас бубны. Как играют дурака? Кажется, вы сражаетесь с опасным соперником и чувствуете, что у вас противник владеет искусством колдовского дурака. Это значит, что ваш враг может преображать простые карты в козыре в самый неподходящий момент. Будьте осторожны. Ах, вот как ты у нас будешь шельмовать, дед Егор. Возьмем. Устус. Так. Возьмем. Шельмующий, да? Вито. Валет-Валет. Дома-Король. А, сейчас он мне накидает там всякой этой ерунды. Это действительно, дедушка-то, Егор у нас сильный. 9-9. Так. Не сильная. Не сильная в этих картах. Тем более, если шельмуют. какая-то дрянь на руке идет. Восьмерка. шестерка. Так, валет у нас выходил уже, да? как, подожди, была же уже козырная, это самое. А, как мне тебя попасть, поймать на этом? Король. Короля. Все, хана, у меня нету ни одной козырной карты. Так. Ага. На, туда же до кучи. Не очень, конечно, карты. Что у нас там? Я думала, что я все уже заберу. Семерку. Всех тузов он мне и отдал. Естественно, я их беру. Так, да, мы, да, пошли. Спасибо. Десять. Есть, Танек. Вот я плохо не помню. По-моему, есть... А нет, нету казарного вальта у тебя, да? Так, тогда, дедушка Егор, все. До свидания. Опять? Опять шельмуша? Как не тебя поймать на этом? На. На. На тебе, даму. На тебе еще, даму. Все. Забавно, конечно, забавно. Но, тем не менее, нам что надо? У нас есть разговор с Николаем. Что ты с каменкой-то выдумал? Уж не поверю, что разжигать не умеешь. Да и чертовки испугался, когда она пламенем хватанула. Все так, Вася. Не в каменке дело. Не знаю, что со мной. Случай один был. С тех пор, как огонь вижу, так сам не свой. Боюсь его жутко. Слух прошел. Да к меня и послали с вечерки в баню-то. Награется хотели. Но я так просто не сдамся. Почему? Че с огнем-то? А, долго сказывать. Так, ну, не-не-не-не-нет. Давай, расскажи. Как про огонь-то долго сказывать? Ты че? Может, и недолго. Че пристало, как банный лист? Потом расскажу. Других дел нет, че ли? Ну, ясно. Значит, у тебя что-то, какое-то переживание. Где-то ты, наверное, пожар в детстве пережил. А может, и не в детстве. Что? И на девке банной жениться собираешься? Ну, так это, поможем ей сперва. И пусть видно она, коли с чертом сдюжила. Ага. Ну, что? Может, мне ее бог послал. Чертовку-то? Ну, так она же говорила, что подменная. А мои ровесницы-то уже все в бабах. Да и забывалого солдата кто пойдет? Только черт и пойдет. Ты, Коля, как солдатом-то стал? Да в рекруты забрали. Ты-то мала еще была, не помнишь, небось. Тебя только дед Егор взял. Ну, ты-то как рекрутом стал? Сам пошел? Ага, сам. Вообще, не мне выпало. Да мы семья-то большая. А я парень удалой. Ну, так видный. Ха, а то. Я сам вызвался. В полевой полк попал. Потом к туркам отправили. Там ты крест-то получил. Там, ага. Тоже история-то долгая. Георгиевский. Ну, ладно. Итак, это мы все сделали. Здесь мы все сделали. Давайте-ка перейдем к нашим просителям. Слушай, спасибо за помощь. С баней твой. Да погоди, еще вызволить девку-то надо. Да ты че, как бы я без тебя-то пошел? Хочу подарить тебе. Ну, держи. Атлас. Это че такое-то? Карты игральные или че ли? Они. Скопил денег-то. Старинные. Но первый сорт. Захочешь научиться? Так я объясню. Говорят, нечистые-то тоже не против сыграть в дурачка. С чертями в дурака играть? О, елки, хорошо, что мы потренировались. Атласная колода. Тройка-семерка-туз. Тройка-семерка-дама. Три карты, три карты, три карты. Получите плюс один на речистость черные в начале сражения. А, это понятно. Так, сыграть в карты? Ну, мы с тобой уже играли, но давайте теперь сыграем еще раз. А, теперь уже с тремя. Елки с палками, друзья. Ну, что ж, у нас будет такая дурацкая серия сегодня. Николай ходит. Семь. А мне и бить-то нечем. Я беру. Я все забываю, что подкидывать тут нельзя. Так. Ага, это Николаю. А, не, можно подкидывать? Ну, козырного вальта я тебя не буду подкидывать. Николай ходит. Девять. Да что ж такое-то. Ну, придется биться козырным вальтом. Я не хочу. Бить-то. Мне надо ходить. Мне нужно семерку выкидывать. Восьмерка. Отлично. Еще раз семерку. Восьмерку. Десятка. Все. Какое-то одно говнище, господи. Беру. Так. А мне и кинуть-то нечего. Там дамы, семерки, тузы. Ладно. Так. Мой ход. Пошли шестерок. Надо избавляться. Восьмерка. Да. Восьмерку-то накидали деду. Все. Семь. Так. Забираешь, да? Мне тоже кидать нечего. Так. Василисушка. Давай-ка, Василисушка. Пойдем так. Да, мам. А что это? Вы мне тут это... А это что за... А, это ты туда же, да, докинул? Хорошо. Голай, туз, туз, туз. Берем. Семь. Шесть. Семь. А, мой ход, да? Единственная козырная шестерка. Ну, надо мне его попытаться завалить. Николай, туз. Отлично. Так. Туз. Еще один можно тебе скинуть, да? Так. И все. Так. Николая завалили. Теперь пошли, деда. У меня нет козырей. Дама-дама. Ну, все, да? Дама-дама. Ус. Ус. Шесть. Дбился, да? Еще. Ага. Сейчас короля мне кинет. Кинет? Да ладно. Ура! Мы вышли. Хе-хе-хе. Трям-пам-пам. Так. Давайте-ка посмотрим, что за колода карт. В вещах она, да, у нас? Увлечивает эффект складности черных слов на единицу. Так. Плюс один черных в начале сражения. Пока что я даже не знаю. Пока что я даже не знаю, честно говоря. Потом, может быть, если откроем себе эту штуку, поставим себе эту карту. Так. Давай еще, кто у нас там в посетителях. О, черт! Здравствуй, хозяюшка. Я как с работы Егоровской-то летел, заметил кое-что. На колдуна разбойники напали у Ростани-то. Так он в телеге был. Может, что полезно тебе будет, а? Может, и так. Черт пришел. Ну что ж, мы принимаем чертей, поэтому... Тешь тут удивляться-то. Где у нас там... Карта? Русская церковь. А где чертовское задание-то? Книга, подожди, вещи. Записи. Карта. На какой Ростани? Русаля-Заводь. Ну, в общем, где-то... А, Михайловская Ростань здесь, что ли, напали? А, вот она, разбитая телега. О, друзья, о, друзья, о, друзья. У нас с вами дальняя дорожка. Что ж, ну, дальнюю дорожку мы с вами пойдем уже, наверное, в следующей серии. А в этой серии, дурацкой серии, позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо всем, кто ее посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok